Огромный вклад в развитие генетики и селекции внёс Николай Иванович Вавилов, учёный с мировым именем, талантливый, мужественный человек. В годы репрессии он погиб в сталинских застенках в расцвете творческих сил. Смерть Вавилова, объявления генетики лженаутой, надолго задержали её развитие в нашей стране. Прошло полвека, но и сегодня многие идеи и труды учёного не утратили актуальности. Одна из ранних работ Вавилова посвящена гомологическим рядам наследственной изменчивости. Как вы помните, наследственная изменчивость — главный поставщик материала и для естественного, и для искусственного отбора. Вавилов установил, что растения, принадлежащие к эволюционно-родственным группам, содержат одинаковые гены и потому претерпевают одинаковые мутации, приобретая при этом одинаковые признаки. Так, например, у дворядного ячменя колосья бывают белые и чёрные, и у многорядного — белые и чёрные. Как у того, так и у другого встречается колосья без остей, с остистыми придатками, с короткими остями и с длинными остями. Гомологические, то есть родственно-сходные к ряды изменчивости, можно свести в таблицы, охватывающие десятки и даже сотни различных признаков. Не случайно закон Вавилова сравнивают с законом Менделеева. Таблицы гомологических рядов наследственной изменчивости позволяют с уверенностью находить в природе и создавать методами селекции растения желаемыми качествами. Говоря словами Вавилова, закон гомологических рядов показывает исследователю-селекционеру, что следует искать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова